Всем привет! С вами Фархад Курбанов и сегодня мы будем обсуждать очень важные темы. Как пройдет чемпионат мира по хоккею, кого и почему не взяли в сборную и как отразится на нашем хоккее изменение календаря КХЛ. Все это мы будем обсуждать в этом выпуске. Устраивайтесь поудобнее, наливайте себе чай. Погнали! С 10 по 26 мая в Чехии пройдет чемпионат мира по хоккею. Наша сборная, уже определившись с составом, находится в острове и проводит подготовительные товарищеские матчи. Впервые за долгое время перед чемпионатом обсуждается тема, выйдет ли сборная из группы, а не как раньше останется ли она в элите. Да, можно сказать, что освободившиеся места Беларуси и России упрощают задачу нашей сборной. Но нельзя отрицать того факта, что сейчас Казахстан выглядит гораздо сильнее, чем раньше. Ну и результаты прошлого ЧМ заставляют верить в лучшее. Состав выглядит очень крепким, будучи усиленным игроками других клубов КХЛ, которые включают в себя обладатели Кубка Гагарина, Никиту Михайлиса, Валерия Орехова и Максима Мухаметова. На помощь также прилетел лучший защитник адмирала Леонид Метальников. Также помочь сборной смогут Кирилл Панюков и Дмитрий Бреус. Противостоять сборной Казахстана в группе Б будут сборные Франции, Германии, Латвии, Польши, Словакии, Швеции и США. При всем оптимизме болельщиков в рейтинге ИХФ ниже Казахстана находится только Польша. Даже Франция находится на парочку мест выше, поэтому очень не хотелось бы, чтобы потенциальный невыход в четвертьфинал стал для кого-то разочарованием. Лично моя позиция, мне гораздо удобнее смотреть на чемпионат с точки зрения невылета из элиты. Тогда возможные победы становятся более радостным лично для меня, как для болельщика. Огромным плюсом является то, что в команде есть игроки, которые не простаивали вот этот месяц плей-офф в КХЛ. Но это может оказаться и минусом, потому что дорога до Кубка Гагарина была очень долгой. Игры были кость в кость и может оказаться так, что Михайлис, Мухаммедов и Орехов, они могут оказаться и физически, и морально выхолощены. Так что в данном случае мы будем очень сильно надеяться на второе дыхание у ребят. В матче против Канады наши ребята сыграют со звездами НХЛ, такими как Конор Бидарт, Адам Фантили и Маклин Селебрини. А у шведов будут грозные Эрик Карлсон, Филипп Густавсон и Виктор Хэтман. Плюс имейте в виду, что в НХЛ все еще идет плей-офф. И команды смогут дозаявить на свободные места игроков вылетевших команд. Поиграть с игроками такого уровня приходится нечасто. По составу. Было удивительно увидеть так мало игроков чемпиона Казахстана Кокшеталовского Орлана. В заявку попали только Кудрявцев и Гренц. К их присутствию в команде нет никаких вопросов, но было очень странно там не увидеть ни Полохова, ни Степаненко, ни Лихотникова. Понятно, что регламент по заявке не резиновый, существуют строгие ограничения, но тот же Лихотников стал чемпионом Казахстана не просто так. Огромный, агрессивный, силовой форвард, который многие помнят еще по Варысу. И стал он чемпионом не за красивые глаза. У него отличная статистика. И по его игре видно, что он бы в сборной погоды не испортил. В целом я ни на секунду не удивлюсь, если увижу в будущем Артема в КХЛ. Не знаю, с чем связан его уход из Бариса. Может быть, это были травмы, а может быть, что-то личное. Не оказалось в составе и молодого, но уже опытного Ансара Шахмеденова, у которого очень солидные показатели на точки вбрасывания, которые в свое время под конец сезона попортились в играх с Амуром. Все групповые матчи сборной Казахстана пройдут для казахстанцев в удобное время. Первые два матча в субботу и воскресенье будут днем в 3.20, а последующие будут вне рабочего времени вечером, так что каждый сможет поболеть за своих. Главное, чтобы были сами трансляции. И это мой очередной джеб в сторону Каспорта, которых в последнее время можно ожидать чего угодно. Например, совсем недавно мы не смогли посмотреть историческую победу на чемпионате мира среди юниоров, когда Казахстан победил Чехию. Я не люблю критиковать впустую, я не люблю критиковать, не зная каких-то подводных камней, дополнительных факторов и так далее. Но то, как мало Каспорт в последнее время уделяет внимание хоккею, не влазит ни в какие рамки. Теперь нужно поговорить про календарь КХЛ, который по образцу НХЛ сдвинулся на месяц вперед. И в следующем году это решение однозначно скажется на чемпионате мира. Много игроков в личных разговорах и публично поддерживают такое решение, потому что для них освобождается дополнительное время летом, ведь кэмп теперь будет начинаться не в середине июля, а с начала августа. Нравится им и тот факт, что если не будет увеличения количества игр, то не будет таких ситуаций, как было у Бориса этой осенью, когда один месяц мог включать в себя 14 игр, что вкупе со сложной географией КХЛ частными перелетами мог очень сильно сказываться на физическом и моральном состоянии игроков. Но меня смущает то, что это сильно повлияет на Казахстан. Борис сразу же дал понять, что клуб недоволен этим решением администрации КХЛ, за что получил кучу насмешек от российских СМИ и журналистов. Я считаю эти насмешки максимально непрофессиональными и неуместными, нарратив которых всегда сводился к одному. Борис не заходил в плей-офф дальше второго раунда. И что с того? Я тысячу раз повторил и тысячу раз повторю, что в сборной Казахстана играют игроки не только Бориса. У нас есть игроки Металурга, Амура, Торпеда и Адмирала. И возможно будет еще больше и других клубов. Раньше, когда календарь КХЛ ломали ненужными паузами на Кубке Карелла или Кубок Первого Канала, мало кто подавал голос, потому что это было выгодно сборной России. А сейчас внезапно у всех амнезия. Да, есть и другое мнение. Мой коллега Евгений Акманов правильно говорит, что без долгого простоя игроки будут в хорошем игровом тонусе на чемпионате мира. Но если бы этот календарь приняли годом ранее, это означало бы, что наша сборная оказалась бы без таких лидеров, как Михайлес и Орехов, а потенциально и без Бреуса и Панюкова. Плюс это решение убивает все амбиции клуба. Да, у нас было два сложных года подряд, но в том же 2019 году Борис претендовал на финал Восточной конференции. Представьте себе, что новый тренерский штаб делает перестройку и выводит клуб в плей-офф во второй раунд. Если параллельно будет идти чемпионат мира, это будет значить, что всех лидеров из Бориса заберут на чемпионат мира. У нас не НХЛ, где огромное количество клубов с игроками великого уровня, где клубы могут отказывать. У казахстанского клуба такой возможности не будут. Казахстанские лидеры уедут на чемпионат мира в добровольно-принудительном порядке. А значит, что у клуба не будет цели и мотивации на победу, если они будут заранее знать, что на чемпионат мира всех лидеров заберут. Только поймите меня правильно. Кто-то сейчас задаст вопрос, какие победы там, о чем ты. Но хоккей это игра, которая полна чудес. И примеров того, как андердоги побеждают, огромное количество. Ну и какой смысл болеть за какой-либо клуб, если ты не ждешь от него победы, если ты не веришь в него. И это негативное решение очень сильно скажется на болельщиках Бориса, которых по Казахстану огромное количество. Задумайтесь о том факте, что за один календарный год болельщик Бориса смотрит Борис в течение 7-8 месяцев, когда как чемпионат мира длится 3 неполных недели. И это при учете, что ваша команда, ваша сборная доходит до финала. Если ваша команда не выходит из группы, то турнир для нее длится чуть больше 1 недели. Понимаете, какая существенная разница и как сильно пострадают болельщики Бориса? В данном случае нужно продолжать отстаивать свои интересы и давить на КХЛ. Ну, в конце концов, неужели они уже совсем не верят, что сборные Беларуси и России когда-нибудь вернутся в пул сборных ЕХФ? А еще уже на государственном уровне можно продвигать в ЕХФ идею переноса чемпионата мира на более поздние сроки. Это, во-первых, удобно нам. Во-вторых, это позволит игрокам НХЛ участвовать на чемпионате мира и тогда он будет действительно полноценным чемпионатом мира. И не нужно принижать свою значимость ни в КХЛ, ни в ЕХФ. Мол, мы маленькие, никому не интересно наше мнение, мы никому не нужны. Нужно говорить свое мнение громко, четко и последовательно. Тогда наш голос будет услышан. В последнее время было сложно во всем соглашаться с администрацией Бориса. Но подача протеста в КХЛ это было единственное правильное решение. Я за него обеими руками за. Нужно продолжать давить свою линию, независимо от того, согласятся с вами или нет. А на этом я заканчиваю наш выпуск. Следите за чемпионатом мира в социальных сетях shayba.kz Будьте в курсе всего. Оставайтесь на связи нашим парням из сборной. Я желаю удачи, как можно больше побед, наслаждения от игры и самое главное, никаких травм. С вами был Фархад Курбанов. Будьте здоровы. Пока, пока, пока.